Сегодня мы с вами начинаем пятнадцатый урок, а я приветствую каждого из вас на своем канале. Прямо сейчас нажмите на кнопочку подписаться, если вы еще не подписаны. Прямо сейчас нажмите лайк под видео и мы с вами начинаем новый пятнадцатый урок. Картон чи пудеоку. Новое слово, новые слова. Пластерек, ломтик, запалки, спички, сгжевка, упаковка, но не простая упаковка. Например, есть в бутылках минеральная вода по шесть штук, и они упакованы в целлофан. Вот эта общая упаковка для всех бутылок, например, называется сгжевка. Бухенек, буханка, колейка, очередь, выбероча, выбираться куда-то, выезжать куда-то, не черпить, не терпеть, взмышлять, выдумывать, залежить от, зависеть от, и после этой фразы ставим родительный падеж, допойонеч. Если появились для вас новые слова, выписывайте, пожалуйста, их. Так же, как и посредине урока, мы будем читать диалоги, тексты, какие-то предложения. Если появляются новые слова, ставьте видео на паузу и выписывайте с переводом новые слова. Пушки, пачки и пудылка. Название упаковок, название тары, мы сейчас с ними познакомимся и узнаем, что же означают эти слова, как они переводятся. Жестяная банка называется пушка. Любая жестяная банка, от рыбных консервов, от напитков, например, спрайт, кола в жестяной банке или какие-то консервы, все это называется пушка. Пудылка, коробка, пачка, пачка или бумажный пакет, бутелька, бутылка, может быть, пластиковая, может быть, стеклянная, слоик, стеклянная банка, ковалок, кусок, картон, картонная упаковка, картонная коробка, из-под молока, из-под сока, например, пушка, еще раз, еще раз, пушка, то, что я говорила, может быть, жестяная банка, от напитков, от консервов. И давайте с вами выполним два упражнения, чвечение номер два и чвечение номер три. Но, внимание, вначале, после названий упаковок или тары идет допеонеж, родительный падеж. Когда мы с вами изучали допеонеж, лишь бы поедынши, в единственном числе родительный падеж, мы говорили, что он используется после названий упаковок. Итак, пачка хэрбаты, то есть какая-то коробка чая, или пушка хэрбаты, так как чай может продаваться также в жестяных баночках. Слоик джему, баночка стеклянное варенье, пушка пива, жестяная банка пива, ковалок чэго часто, кусок пирога. Видим, после всех названий упаковок или тары у нас идет родительный падеж. Бутелька воды, бутелька чэго воды, бутылка воды. Картон соку, коробка чего сока. Пуделко чеколадок, коробка шоколадок. И перейдем к упражнению номер три. Что подходит? Что у нас может быть в пачках, в коробках, в банках, в бутылках? Здесь у нас появились два новых слова – табличка и костка. Сейчас мы все это узнаем. Костка – это кусочек, табличка – это вот плитка. Итак, что у нас может быть в ковалках, в кусках? Ковалок часто, ковалок келбасы, сэра, шинки. И не забываем, что после всех названий мы ставим слова в родительный падеж. Вот оно, наше правило, и вот это упражнение мы делаем. То есть кусок пирога, калбасы, сыра, ветчины. Бутелька – бутелька вина, водки, воды, млека, соку, пива, соли. Прошу, колей – кока-кола. В польском языке – бутелька колей – кока-колы. Картон соку, картон млека. То есть картонная коробка сока и картонная коробка молока. Табличка чеколады. Вот она нарисована. Плитка шоколада. Пуделко – чеколадок, пуделко – какао, запалек, хербаты. В коробке у нас могут быть шоколадки, какао, коробка спичек, коробка чая. Пачка макарону, пачка частек, какао, кавы, хербаты, чипсов, запалек, папирос. В пачке у нас могут продаваться макароны. То есть в пачке либо в бумажном пакете. Все вот это может у нас продаваться. Костка мыдва, костка чеколады. То есть кусок мыла и кусок шоколады. Своек майонезу, оливок, джему, мёду. Стеклянная баночка майонеза, оливок, варенье или мёда. Пушка, жестяная банка. Пушка кукурыдзы, пушка сардынок. Пластерек, ломтик, пластерек сыра, шинки, ломтик сыра, ломтик ветчины. Прочтём с вами диалог. Мама Юанна разговаривает с сыном Каролем. Кароль, так, мамо. Кароль, да, мам. Мам, до тебе просьба. Чи можешь ищь на закупы? У меня к тебе просьба. Можешь ли ты пойти за покупками? Терас, блял бы мне. Сейчас я бы предпочёл не идти. Кароль, мамо, я стемь барду заєнты, на правды. Кароль, мама, ну я очень занят, правда. Кароль, добре, добре, юж иде. Кароль, хорошо, хорошо, я уже иду. И вот мама ему дала список покупок, листа закупов. Что ему нужно купить? Прочтём сейчас в диалоге. Слухам, слушаю вас. Прошу своёк джему малиновего. Тен дуже кавалек жёлтего сера. И чверть кило белого сера. Пожалуйста, или прошу. Баночку варенья малинового. Этот большой кусок жёлтого сыра. И четверть килограмма белого сыра. Вот у нас всё нарисовано. Малиновый джем, сыр. Бялый сыр. Или творог. Творожочек. Или белый сыр его называли. Прошу. Что ешьте? Пожалуйста, что ещё? Костка масла. И двадцать пластырку в худой шинке. Кусок масла. То есть костка масла. Видим, в куске у нас масло. В брикете. Брикет масла. И двадцать ломтиков нежирной ветчины. Нарезанная уже продаётся. То вшыстко. Это всё. Не. Ешче попрошу. Пачка чарной хербаты. Две пушки кукурыдзы. И картон соку помаранчового. Нет, ещё попрошу. Пачку чёрного чая. Две кукурузы. Каких банки? Жестяные банки. Две консервные банки кукурузы. И пачку сока апельсинового. Итак, он всё купил по списку. Домашнее задание. Читаем диалоги вслух. Читаем все слова вслух. Запоминаем название упаковок. Встретимся в самое ближайшее время. Услышимся вскоре уже. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. И также напомню, что под каждым видео есть кнопка «Спонсировать». Вы можете стать спонсором канала и получить дополнительные бонусы в виде новых видеоуроков с практическими заданиями.